Что ж, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал, а сейчас мы с вами продолжим смотреть Метал Фэмили, и это будет пятая серия, поехали! Ключки. Коробка. Ааа, ненавижу! Какого чёрта я должна надевать это говно? Это очень важная церемония, Вики. Боюсь, в пристойном виде нас на неё просто не пустят. Чёрт. Чёрт. Фух. Вот тут ещё складочка. Да кто её увидит? Увидят. Нормально? Идеально. Ну, и как я выгляжу? Шикарно. Устрашающе. Итак, у нас есть ещё 15 минут. Я пошёл одеваться. Надеюсь, во что-то такое же нелепое, как у меня? Да. Конечно. Не терпится увидеть. Глэм? Уже 20 минут прошло. Где там твою жопу носит? Это не Глэм. В машине будет сез. Я поняла. Она подумала, что это Глэм. Но я знаю, что это не он. Я думала, это его мама. Я думала, это его мама. Не догадалась. В машину. Водитель ждёт. Я вообще-то не очень люблю на заднем сидении ездить. А можно я на передней пересяду? Нет. Ну, почему же? На переднем сидении у нас ездят либо водители, либо охранники. Думаю, её вполне можно считать за... Считать не устанешь. Считать мне предстоит много. Я ожидаю 99% наследства. Глэм, а нам там что-нибудь светит? Не думаю. Так нахрена нам переться на эту унесительную процедуру? Чистая формальность. Члены семьи обязаны присутствовать на этой церемонии. Ха. Ничего, члены семьи. Завещание! Заверенное 30 января этого года. Читаю дословно. Я, Густав Швагенбагенс. Простись, простите. Продолжайте. Завещаю моей строгой и целеустремленной дочери Лидии следующую часть моего имущества. Далее по списку. Поместье общей площадью в 32 гектара, два особняка на улице Шолд, четыре Роллс-Ройса, все 98-го года выпуска, два Мерседеса Макларен, коллекцию картин общей стоимости в 2 миллиона долларов, золотые украшения общей стоимостью 4 миллиона долларов, а также 89% акции на мою фирму по производству бильярдных шаров. Офигеть. Далее моему племяннику... А как же яхта Кэролайн? О, о, извините, но тут ни слова о яхте. Вы, чертовы идиоты, не можете даже правильно составить документ. Немедленно займитесь вопросом о собственнике яхты Кэролайн. Даю вам три дня. Что же это за яхта? О, хорошо, мисс Лидия, мы все проверим. Яхта, блин, ты ей на Титаник бабла хватит. Далее, своему племяннику Валину я завещаю мои золотые часы. Часики. Ну что ж, все вышло, как я и ожидал. Никаких сюрпризов. Себастьян! Что? Своему сыну Себастьяну я завещаю коробку 37. Открывай ее скорее, ключи от яхты нам не помешают. Если там документы на яхту, я отсужу ее у тебя. Ты это знаешь. А, судилка не выросла. Распишите здесь. Клэм. Я даже рада, что она решила нас не подвозить. Не, ну ты прикинь, там одна дурында в наследство миллионы получила. И еще недовольна, типа, яхта куда делась. Ну, ну да, бывает... А куда яхта не делась? Эй, Клэм, что там в коробке-то, ты не смотрел? Нет, мне неинтересно. А мне интересно. Он так улыбается всегда. Сплохо для приличия. Хорошо. Оу. Мне же мурашки выгодили. Клэм, что там? Что-то флэшбэкнутый. Клэм! Ты чёрт, я держу, что там? Клэм! 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 А?! Что?! Нет! Продолжение! Это было... подло. Так, а если в следующее не будет продолжение, что же там будет? Я тогда накину свои версии. Так, и учитывая, что его сестренки выдали все, можно сказать, материальные ценности, возможно, в этой коробке было что-то... Если Глэм уж так как бы перестал даже улыбаться, там определенно что-то эмоционально значимое, возможно, даже для обоих, а не только для Себастьяна. Снова посмотрим, так что сейчас буду смотреть сразу шестую серию. Да, спасибо огромное за просмотр, ссылочка на оригинал будет в описании. Вот лайк, если ты поставишь, будет очень здорово. Вот, и всё. Пока-пока-пока! Пока-пока! Пока-пока!